Всем привет, друзья! С вами Елена. Посмотрите, какая у нас сегодня здесь красота. Творожный кекс с изюмом большой, вот такой прям семейный к чаю. Замечательный кекс, очень мягкий, ароматный, вы не представляете какой. Посыпаю его сахарной пудрой, он у нас полностью остыл. Выпекался 50 минут при 175 градусах и 15 минут я дала ему на 100 градусах выпекаться. Такая температура. Высокий достаточно, 9 сантиметров в высоту, диаметр формы 20 сантиметров. Так что, вот, кто печет, все вам сказала. Давайте посмотрим в разрезе. Такой хорошо пропеченный, красивый и много вот изюма. Посмотрите, как хорошо приготовленный, мягкий очень, прям мягчайший. Давайте разломаю, посмотрим поближе. Очень хорошо приготовленный, прям внутри, вот здесь все-все пропеченное. Я пробую. В меру сладкий, а мягкий. Чудесный. Прям вот к чаю с молоком замечательный. И самое главное, большая порционность, хватит всем. Осмотрим и готовим вместе. В растопленный маргарин высыпаю сахар. Если не пользуетесь маргарином, можно взять сливочное масло. Вбиваю. Разбиваю по одному яйцу. И перемешиваю. В яичную смесь добавляю творог. Я его предварительно перетерла блендером. Можно через сито пропустить. Творог для рецепта берите жирный. Если не нашли жирного, можно добавить пару ложек сметаны 20%. Так. Высыпаю соль. Ванильный сахар. Перемешиваю. Просеиваю половину муки. Добавляю третью часть чайной ложки соды. И 10 граммов разрыхлителя. Перемешиваю. Просеиваю оставшуюся муку. И поверх нее высыпаю изюм. Смотрите, друзья, изюм я очень хорошо промыла. Замочила предварительно. И подсушила вот на салфетке. Высыпаю муку, чтобы не было комочками. Перемешиваю лопаткой. До однородного состояния. Посмотрите, какое у нас получилось тесто. Достаточно однородное. Густое. Форму я смазала растительным маслом. И теперь выкладываю в нее все тесто. Выравниваю тесто лопаткой. Дам постоять минут 15-20, чтобы оно уселось как следует и заполнило всю форму. Выпекается наш кекс при температуре 175 градусов ровно 1 час. Желаю вам приятного чайпития. Обязательно подписаться на наш канал и поднять пальчик вверх.